Ваза была изготовлена в 1957 году, называется она «Эмблема Алтая», была подарком на юбиле Алтайского края. Сегодня нам рассказывают об экспонатах выставки, посвященной Колыванскому камнерезному заводу. Пандемия и онлайн-экскурсии постепенно уходят в прошлое. Посетители возвращаются в залы. Конечно, не в объемах советских времен. Если раньше в музей ходили коллективами, сейчас все больше семьями. Конечно, это туристический поток, потому что буквально за прошлую неделю есть первый отзыв туристов из Петербурга. Мы видим, что в туристический сезон поток не становится меньше. Разнообразие регионов поражает от Калининграда до Владивостока. Популярностью пользуются не только выставочные экспозиции. Сейчас тренд на квесты, лектории. В общем, массовые мероприятия с возможностью пообщаться, поспорить. К примеру, в Музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая сегодня литературный перекресток. Представители Мамонтовского района репетируют программу. Директор говорит счастливы, что массовость возвращается, но немного переживают за русскую культуру, которую в мире пытаются запретить. Правда, верхи. Внизах пока все в порядке. Например, фонд Рериха. Это глобальная сеть музеев Рериха по всему миру, в частности в Нью-Йорке ведущий музей. И поэтому, конечно, у нас тесные связи. Они сейчас общаются? Они сейчас, конечно, общаются. Я еще раз говорю, что в культурном пространстве никаких барьеров и преград ни на межличностном уровне, ни на уровне организации музеев. Их как не было, так и нет. Что точно есть, и это тоже помогает привлекать посетителей новые технологии. На этом интерактивном экране и мы буквально застряли. Отвечали на вопросы викторины. Вкупе с историческими кинопроекторами и отдельным кинозалом музей буквально манит. Места много, есть где разгуляться. А вот краеведческий пока в ожидании. Из-за новых экономических условий ремонт зданий на Ползунова придется ждать. Возможно, долго. Риски всевозможные есть. Никто ни от чего не застрахован. Но это не означает, что мы должны сложить руки и сидеть и ждать. Ах, когда же нам сделают новое здание, и мы будем так замечательно работать. Мы будем замечательно работать даже в тех условиях, которые у нас сейчас есть. Риск стать еще одним долгостроем, как художественный музей, конечно, существует. Но о грустном в праздничный день никто говорить не хочет. А вот пожелания есть. Конечно, не расставаться, потому что музеи бессмысленны без посетителей. Мы востребованы тогда, когда нас посещают, когда мы нужны обществу. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.